Добрый вечер! Вы смотрите Первый городской. Мы продолжаем свою работу в эфире. Это наш ежедневный проект интервью дня. С 10 по 18 июля наш город ожидает грандиозное кинематографическое событие. Событие, которое без преувеличения уже стало традиционным. Шестой год подряд мы будем свидетелями, кто-то может быть зрителями, кто-то может быть участниками Одесского международного кинофестиваля. Это действительно грандиозное мероприятие для города. Это мероприятие всегда приковывало к себе внимание многих средств массовой информации. Мы, конечно же, не исключение. В эти дни ОМКФ вышел на свою финишную прямую. Заканчиваются последние приготовления, проведены пресс-конференции с журналистами, отвечены многие, озвучены, точнее, многие ответы на многие вопросы. И все это мы сегодня узнаем из первых уст. Потому что гость нашей студии, гостья нашей студии, это продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Сенькевич. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. У вас такое нагромождение, огромное количество вот этих дел, которые нужно успеть, успеть все закончить. Я знаю, что сейчас вы заканчиваете, собственно говоря, основные приготовления. Были ли сложности в этом году или все прошло по плану? Нет, конечно же, сложности были. Изначально из года в год хотелось бы больше бюджет иметь. И вот прошлый год был достаточно сложный для нас по всем причинам и по политическим, и финансовым, и экономическим. И тем не менее у нас была огромная поддержка. В этом году мы видим, что, допустим, в иностранных СМИ, например, уже Украина ушла немножко на второй план. Соответственно, все события тоже. То есть получить такую поддержку уже достаточно сложно. Плюс экономически нам лучше не стало никому в Украине. И инфляция у нас есть, и многие оплаты, допустим, прав тех же за показ фильмов, они происходят в иностранной валюте. То есть все это такие сложности, тонкости организации, которые усложняют подготовку. И тем не менее у нас нет, опять же, поддержки от Министерства культуры Украины. Но с другой стороны у нас есть, чего не было в прошлом году, поддержка от города Одесса, от мэрии, от городских властей. А почему нет поддержки от Министерства? Или все по пресловутым материальным причинам? Да, это материальные причины. У них достаточно маленький бюджет. Хотя, честно говоря, я думаю, что в Украине всего несколько существует кинофестивалей, а именно три, с моей точки зрения, которые заслуживают поддержки. Но решением украинского агентства по вопросам кино стало не поддерживать Одесский кинофестиваль. По каким причинам, в общем, непонятно. То есть в этом году вы выкручивались самостоятельно? Да, самостоятельно за счет наших партнеров, за счет меценатов, спонсоров, которым тоже сейчас не сладко, но тем не менее это те партнеры, и мы им очень благодарны, которые понимают роль культуры сегодня, понимают, что помимо заработка прямых своих бизнес-интересов, есть еще что-то, что принесет свои плоды завтра. То, о чем стоит подумать, а именно культура и, в частности, кино. Не все решают деньги, да, как бы там ни было. Вы сказали, что Одесса поддержала вас в этом, да? То есть каким образом Одесса помогла? Одесская мэрия выделила нам финансовую поддержку, плюс, конечно же, организационные, инфраструктурные вопросы, они помогают нам решать однозначно. То есть у нас сотрудничество плодотворное, и спасибо им за это. Я думаю, что сейчас как раз действительно самое время поддерживать вот такие мероприятия, потому что многие, знаете, вот долгое время велись какие-то споры, там война, не до праздника и так далее, и так далее, но это вот прошлый год весь был, я знаю, что в тех тяжелейших условиях все-таки вы свой юбилейный ОМКФ провели, да? В этом году ситуация по большому-то счету не изменилась, да, война остается войной, действительно материальные проблемы остаются, но вот сейчас забыть еще и это, вот такую маленькую отдушину, такой, мне кажется, светлый лучик все-таки, какие-то должны быть светлые темы в нашей сегодняшней жизни, и, как вы правильно говорите, это инвестиции в будущее, это инвестиции в завтрашний день. В шестой раз вы уже проводите международный кинофестиваль, в этом году чем порадуете? Есть ли какие-то изюминки, традиционный вопрос такой? Мы очень рады тому, что уже который год мы организовываем показ, open-air показ большой на Потемкинской лестнице, если раньше, в предыдущие годы мы показывали иностранный фильм, не мой классик, ну, если не считать первый год, когда был броненосец Потемкин, и украинский оркестр играл, музыкальное сопровождение было этих фильмов, то в этом году немножко наоборот, мы показываем украинский фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», а музыкальное сопровождение будет исполнять Майкл Найман с его группой «Майкл Найман Бэнд». Это известный музыкант, композитор, обладатель многих наград, он работал с Питером Гриновым, к примеру, с очень многими режиссерами известными, и его приезд в Украину – это уже событие не только для Одессы, это, в принципе, событие масштаба всей Украины, тем более такое сочетание, Потемкинская лестница, это, безусловно, известнейшее кинематографическое место, вот, поэтому мы очень гордимся этой частью нашей программы. Из новых программ у нас в этом году появится детская программа для самых маленьких зрителей, она будет абсолютно бесплатная, и называется «ОМКФ детям» совместно с «Чилдрен кинофест», который тоже недавно завершился. Вот в такой коллаборации мы готовим эту программу, это будет четыре фильма, вход будет совершенно бесплатный. А что это будут за фильмы? Это будут художественные фильмы для детей и один анимационный фильм тоже для детей, вот, поэтому родители могут брать детей, приучать их с самого маленького возраста к тому, что такое кино, что такое хорошее кино, не только голливудские блокбастеры, а и какие-то более тонкие фестивальные картины. То есть ОМКФ все-таки развивается, да, что вы там не говорили. Кого в жюри ждете в этом году? Председателем жюри у нас станет женщина, это Жанна Лебрюн, она французская актриса, сценарист и продюсер. И интересно то, что в этом году у нас женщина председатель жюри впервые, а остальные еще на жюри мужчины. Вот так вот мы следуем таким трендам, можно сказать, потому что сейчас такая феминистическая тема поднимается не только в политических кругах. То есть по аналогии с политикой, что ли? Где-то так, ну, это на самом деле где-то случайность, где-то нет. Вот, а ее коллегами станут польский продюсер Дарюш Яблонский, также Сержан Дрогович, который уже был в Одессе и принимал участие в Одесском кинофестивале со своим фильмом «Парад». Это Сергей Буковский, украинский режиссер-документалист, который будет представлять Украину в жюри, а также их коллега, это я назвала уже сколько у нас, четыре, вот, и их коллегой будет, господи, я... Ну, неважно, да, давайте говорим представитель какой страны, и этого достаточно, я думаю. Да, Украина, Польша, Франция, Сербия. Ну, достаточно большой такой географическая такая карта, да, представлена, ну, часть географической карты представлена у нас сегодня на кинофестивале. Были ли какие-то сложности с приглашением зарубежных гостей, учитывая ситуацию в Украине? С прошлого года ситуация улучшилась, в принципе, это видно по Одессе в целом, что намного больше туристов, намного больше людей в прошлом году боялись. Немножко успокоились, да, иностранцы успокоились уже. Мы успокоились, в прошлом году проблемой было то, что на официальном уровне был запрет ездить в Украину, в частности, на юг и на восток, и Одесса была в этом списке, для нас это было определенным препятствием, которое, тем не менее, мы обошли потом. То есть мы обратились к посольству, мы эту срочку, где упоминалась Одесса, убрали из предупреждений. В этом году этого нет уже, поэтому едут более охотно, хотя, конечно, всегда задают вопросы, а безопасно ли у вас, а какая ситуация. Вот мы тоже ездим нашей командой по другим кинофестивалям, встречаем наших коллег, и, естественно, первый вопрос всегда, как у вас дела, что у вас происходит, и спокойно ли вам живется. Кстати, а будет ли безопасно во время проведения международного кинофестиваля? Нужно предсказывать, мы живем в такое время сейчас. Ну, правоохранители здесь поддерживают вас как-то, они будут, конечно же, наверное, заниматься своими непосредственными обязанностями. Конечно. О безопасности мы всегда заботимся, даже и до событий, и сейчас. Есть договоренность такая, да? Да. Это важная часть, это тоже наша безопасность, наших гостей, она в общем приоритете. Да, нужно понимать, что сейчас вот как раз вот в этот период времени, когда не совсем спокойно, как раз и вот такие вот массовые мероприятия, они требуют к себе, мне кажется, более пристального внимания, в том числе и со стороны правоохранительных органов. Юлия, я знаю, что более, если я не ошибаюсь, 600, да, 670 фильмов из 75 стран было подано на участие, украинских картин было 163, да, и тематика здесь, по-моему, такая очень-очень неразнообразная, так ли это? Где-то 80% украинских фильмов, которые мы получили, они о войне, либо о революции, либо о ситуации в Крыму, то есть так или иначе связаны с политическими событиями последних полутора лет. С одной стороны, конечно, это где-то печально, что такая тема сейчас идентифицирует украинское кино, и, в общем, вот такое лицо у него сейчас. Если вспомнить, например, боснийские фильмы, они уже 20 лет страдают от того, что их кинематограф ассоциируется с военными событиями, и вот что-то такое теперь можно и говорить о нас, хотя еще рано. И с одной стороны, казалось бы, печально, что это тема, а с другой стороны, это дало новый толчок для молодых украинских документалистов, например, ребят, которые просто поехали куда-нибудь на восток, нашли интересную историю, сняли фильм. Этот фильм дал, в общем, какой-то шанс попасть на международный кинофестиваль, показать, поговорить о тех проблемах, которые у нас сейчас существуют. И практически каждый кинофестиваль в этом году, в сезоне, можно сказать, имел либо фильм, либо представителя Украины в своей программе. Делали какой-то фокус, круглые столы или специальные ретроспективы, или фильмы в конкурсной программе, потому что в прошлом году было рекордное количество законченных фильмов, вышедших либо в прокат, либо показанных на фестивалях украинских. В этом году пока нельзя похвастаться такой урожаем таким, но документальных фильмов много, и много короткометражных фильмов, то есть все равно студенты или молодые ребята, они хотят снимать, им интересно кино по-прежнему, но у них мало возможностей. Ну, так или иначе, политика и кинематограф очень тесно переплетены, и поэтому здесь вот действительно с вами сложно не согласиться. Есть, наверное, и хорошо, есть и плохо, да, вот в этом контексте. Поэтому пока мы переживаем вот такой этап, и этот этап, конечно же, должен отображаться и в кинематографе, наверное, в том числе, я так думаю. Как вообще вам приходилось отбирать работы, насколько это было сложно, несложно? Мне кажется, выбирать всегда тяжело. Тяжело, но этот год, я говорю все время уже, что у нас ювелирная работа над программой этого года велась, потому что мы пересмотрели очень большое количество фильмов, ведь мы рассматриваем не только те фильмы, которые нам присылают, это, конечно, в первую очередь, но мы еще сами ищем фильмы на других фестивалях и общаемся с агентами, которые обладают правами на фильмы. Выступают инициаторами, да, сами? Да, то есть мы ищем фильмы, мы следим за режиссерами, которые, например, дебютировали у нас на фестивале и дальше сняли еще один фильм, мы всегда посмотрим его, заинтересуемся их судьбой. То есть это такая работа, которая ведется круглый год. И этот год вот Агнешка Холланд, польская режиссер, известная достаточно, она сказала, что в Европе сейчас кризис таланта. Не хотелось бы соглашаться с ней, но этот год действительно не был самым сильным с точки зрения успешных картин, и поэтому выбирать было очень сложно. Нужно было пересмотреть очень много всего для того, чтобы показать лучшее, что было, и бороться тоже за фильмы, которые можно было заполучить, потому что все хотят лучшие фильмы. Поэтому тут работа над программой, она была очень сложная и тонкая, она даже до сих пор продолжается, потому что у нас будет еще несколько анонсов, фильмы, которые мы добавим в программу. И это, конечно, не было легко. Ну а вы признаете в том, что есть некая такая субъективная нотка все-таки в оценивании? Всегда, да? Конечно, она обязательно есть, это любой конкурс, любое жюри или же... То есть это как и зритель, зрители бывают разные, точно так же и представители жюри, это все люди, есть человеческий фактор, есть действительно какая-то вот такая... Поэтому всегда, когда жалуются иногда молодые режиссеры, что вот, не оценили, не взяли. Не оценили здесь, оценят в другом месте. И сколько есть таких историй с очень известными, именитыми режиссерами, работы которых... Очень долгое время не признавали. Да, не признавали. Кстати, это и актеров касается, это мировая практика, в общем-то, да? Конечно, это всегда субъективно, поэтому... Это, наверное, нужно радоваться, да, что пока не оценили, наверное, впереди ждет большое будущее, я так думаю. В каком-то из интервью было анонсировано о работе так называемого Палаточного городка, Детского международного кинофестиваля. Слушайте, к формулировке «Палаточный городок» сейчас относишься очень настороженно вообще, о чем идет речь в вашем контексте. Ну, это скорее Палаточный... Или это очень условно? Это очень... Нет, это очень буквально. Это буквально, да. Это буквально, это такая... Это действительно Палаточный городок, который у нас уже второй год подряд будет расположен на Одесской киностудии. Это опция, скажем так, у нас была с самого начала фестиваля. И, в общем, студенты, которые приобретают абонементы летней киношколы или другой абонемент, фестивальный, например, они также имеют возможность приобрести место в Палаточном городке и остановиться там в Палатке. Это бюджетный вопрос проживания в Одессе для тех, кто приезжает из других городов, но они получают намного больше. Они находятся на Одесской киностудии в очень красивом месте. Там есть своя программа мероприятий. Иногда туда заходят наши гости, которые там тоже для них, можно сказать, эксклюзивно проводят творческие встречи, мастер-классы. То есть это такой абсолютно интересный фан-экспириенс для молодых, активных людей. Вот они пообщаться, себя показать, других посмотреть. Друг с другом, да, побыть. Вот поэтому я как раз только в позитивном контексте это воспринимаю. Если вы говорите, что это было и в прошлом году, да? То есть это не новинка и не ноу-хау этого года. Поэтому если это себя оправдало и себя отработало. Что касается украинских фильмов, то здесь тематикой все понятно. Что касается огромного количества работ, которые представлены из других стран, авторами других стран, какова здесь тематика? Здесь тематика все-таки углубления в личность идет. Очень многие снимают об тонких психологических переживаниях личности. Второй тенденцией, я бы сказала, это женская тематика. Сейчас, наверное, большинство героиней – это женщины. Если раньше, даже если вспомнить, например, Мэрил Стрип, актрису, которая жаловала, что в Голливуде нет женских ролей, их крайне мало и на них такое огромное количество претендует. Желающих. Да, шикарных актрис, то сейчас женские персонажи, женские истории все-таки стали преобладать в фильмах, которые на виду, скажем, которые выходят в прокат и за этим тоже следят. Но, тем не менее, драмы, наверное, тоже это такой вот тренд. То есть есть драмы семейные, либо же личностных конфликтов, вот какие-то такие тематики комедий меньше, но есть очень смешные. Один фильм у нас будет тоже в программе конкурсной, турецкий. Вот он интересный достаточно. Кого из звезд еще ждете, кроме тех, кого вы уже назвали, кроме тех, кто будут в жюри? И, может быть, просто звезд в качестве гостей, приглашенных? Мы очень надеемся, что представить программу «Люмьер», это программа, которая посвящена 120-летию кинематографа, очень короткие фильмы, такие по 90 секунд, представит директор Каннского кинофестиваля Тиери Фремо. Лично это не просто будет представление этой программы, а он выступает и голосом, который сопровождает, он комментирует, он озвучивает. Да, это почет для Одессы. Да, это интересно, конечно, приезд его в Одессу. Он сам по себе, конечно, будучи директором фестиваля, является, в принципе, таким, наверное, самым звездным директором фестиваля и славится тем, что гости Каннского фестиваля, все звезды и европейские, и американские, они приезжают именно к нему, потому что он их приглашает. Спасибо вам огромное. Итак, с 10 по 18 июля Одессу ждет международный кинофестиваль. Будет он проходить где у нас, где основная площадка? Театр Москомедии, он же фестивальный дворец, кинотеатр Родина, Одесская киностудия, Лонжероновский спуск, где бесплатные опенер-показы и Потемкинская лестница. Чего лично вы ждете? Я вижу, что вы волнуетесь, что вы переживаете, что у вас еще есть время для того, чтобы закончить все дела, но тем не менее вы сегодня уже переживаете, хотя стартует фестиваль только 10 июля. Для многих кажется, что подготовка к фестивалю начинается за несколько недель до него, а на самом деле тоже финал. Просто, конечно же, хочется, чтобы все состоялось, все запланированное можно было показать. Каких-то открытий ждете? Каких-то ярких, может быть, звездочек каких-то? Конечно, мы ждем украинцев. Мы, в принципе, знаем уже лично мы, какая ситуация, какая тональность у нашей программы, но очень интересно посмотреть на реакцию зрителей, потому что, в принципе, мы себя позиционируем, и мы хотим, чтобы Одесский кинофестиваль все-таки был зрительским фестивалем. У нас главный приз, гран-при, вручается по результатам зрительского голосования. Поэтому, чтобы зрители оценили наши все усилия, усилия нашей команды, огромные усилия, и команда у нас очень профессиональная, и мы занимаемся этим долго и в течение всего времени. Нам остается только пожелать вам удачи, чтобы все свершилось, то, что вы наметили. Юлия Сенкевич, продюсер Одесского международного кинофестиваля, была гостьей нашей студии сегодня. Ну, а всем зрителям, наверное, остается только поболеть за украинцев, за наших. Это было интервью дня на Первом городском. Оставайтесь с нами, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова